под светильником подразумевается тело человека и когда свет творца облачен него человек светится подобно светильник но спрашивается как человеческое тело может облачить высший свет в то время когда есть такое отличие в свойствах между светом и клей то есть телом человека но тело имеется ввиду эгоизм эгоизм мнение не мясо но если у человека нет трудностей то нет у него и места чтобы в ответ на свое требование получить наполнение называемая помощью свыше отсюда ясно что без трудности человек сам не может начать действовать и тогда нет места для наполнения потребностей и поэтому помощь свыше заключается в поставляемых свыше человеку трудности я сделаю трудности и я же их наполню потом я же их исправлю да но вот эти трудности должен себе переработать и дать как материал для свечения то есть у меня главная задача ощутить что трудности от него все творца только мы должны это все в себе правильно изменить правильно поставить причем это приходит человеку в таких обстоятельствах когда такие запутанности у него вдруг страхи представления всевозможные и так далее то есть его поднимают на такой уровень где он буквально как стебелек не может совершенно сориентироваться и вот тут вот и начинают его формировать некуда прислониться ковать из него вот это вот светильник в момент ковки конечно состояние разное мягко говоря и в то время когда человек находит связь с творцом это превращается в наслаждение то есть это как избавление при операции вот когда ты знаешь что ты избавляешься от вот этой ненависти внутренней от этого внутреннего змея атомат вот всего того что ты ненавидишь то есть ты должен ненавидеть то что в тебе находится больше чем больше чем боль и тогда ты и не чувствуешь сила намерения стремление к цели оно должно быть больше чем чем причиняемая боль потому что все это измеряется в силе тяги или в силе отдачи или в силе притяжения так вот если сила притяжения к цели она больше чем сила боли то есть сила отталкивание, то тогда ты ее не чувствуешь.